русская кибердеревня какие роботы уже существуют в ноябре на ю тубе вышел сатирический ролик русская кибердеревня построены на спецэффектах о фермере презентующим свое роботизированное сельское хозяйство видео стало мгновенно популярным и имеет полное на это право мне позвонили с радиостанции прокомментировать что из показанных технологий уже существует я решил записать об этом отдельный обзор вообще роботизация сельского хозяйства идет ускоренными темпами массово появляются роботы для посадки прополки контроля и сбора урожая автоматизация работы со скотом и оптимизация всех связанных с этим процессов в ролике русской кибердеревне показано много летающего транспорта такого пока не существует изобретено несколько концептов но до массового производства далеко и вся настоящая техника построена на пропеллерах они антигравитации или реактивных двигателях как в русской кибердеревне в реальности для бездорожья можно использовать транспортно-воздушной подушке видео также демонстрирует различные вышки это больше для создания фантастической атмосферы в реальности они могли бы служить передатчиками сигнала производителями энергии или для формирования силового поля стабильный интернет для управления современными роботами не так важен робот может действовать автономно или подключаться к локальному серверу который обновляет свою прошивку не постоянно например раз в месяц когда получает сигнал ферма в ролике расположена на марсе радиосигнал до этой планеты от земли идет три минуты так или иначе локальный сервер будет подключаться к земле если всей этой системе нужно получать новые программы и апгрейд и он распространит эти данные по планете уже самостоятельно эти детали ролика отбросим что с показанными роботами андроиды в русской кибердеревне фигурируют шагающие ногами андроиды выполняющие различные работы дует коров или носят бревна компания agility robotics выпустила в продажу андроидов digit которые как раз предназначены для физической работы это двуногие киборги способны передвигаться по пересеченной местности они могут заниматься прополкой носить тяжелые вещи у диджита нет кистей рук так что эта версия доить коров или свернуть самокрутку не сможет но дооснастить при необходимости робота руками сравнительно просто и недорого так что вся часть про андроидов уже может быть воплощена другой вопрос цена диджит стоит 250 тысяч долларов это является препятствием для массового распространения по опыту мы знаем что чем больше будет производиться тем дешевле они станут первые примитивные мобильные телефоны или компьютеры стоили в десятки раз дороже чем можно купить теперь а нынешние компьютеры и телефоны кроме сравнительно низкой цены еще и в сотни раз более усовершенствованы чем те роботы для выпаса скота в ролике показаны дроны они уже используются для контроля выпаса скота также этим начинают заниматься робособаки спот от компании boston dynamics на фермах в новой зеландии их вовсю тестируют в роли пастухов кроме пастушьих обязанностей робособаки спот контролирует рост сельскохозяйственной флоры стоимость показанных в русской кибер деревне роботов из реальных аналогов на сегодня составляет примерно 2 миллиона долларов не считая прошивки андроиды по 250 тысяч долларов стая дронов и несколько роба пастухов по 72 тысячи долларов таким образом кибер деревня на сегодня вполне реально просто это очень дорого и пока не надежно но лет через 20 роботизация достигнет того совершенства когда для съемок подобного видео не придется использовать спецэффект на дне сидел андроид опустивший голову отчего тоскует робот до табли до нового войны ты как а система как с тобою правиться тебе ничего не знаем только нам все нравится а